Костюм и галстук. Какая комбинация может быть более классической? Но что, если вы хотите выглядеть не настолько вальяжно? Как вы можете носить костюм без галстука? Есть некоторые ошибки, которые следует избегать, чтобы вы отлично выглядели. Я, Томас из настоящего мужского стиля, расскажу вам о том, как правильно носить костюм без галстука. Давайте начнем с ошибок. Итак, номер один – это плохой выбор костюма. Костюм – это основа вашего внешнего вида. Важно подобрать правильно. Для начала попробуйте взять однобортный пиджак с двумя пуговицами. Пиджак же с тремя пуговицами. Либо двубортный выглядит слишком официально и нагруженно. Также не забывайте о цвете и узорах на вашем пиджаке. Официальный костюм черного цвета прекрасно идет без галстука. При этом более светлые варианты помогают сделать ваш вид более неформальным и свободным. Далее сторонитесь полосатых костюмов, которые традиционно относятся к деловому стилю и неуместно смотрятся без галстука. Ошибка номер два – выбор неправильной рубашки. Выбор рубашки имеет столь же важное значение, как и выбор костюма. Вы можете попробовать однотонную классическую рубашку, но также различные узоры визуально добавят вашему внешнему виду стиль и сделают его более интересным. Не ограничивайтесь классическими рубашками. Попробуйте оксфордскую, водолазку или даже пола. Ошибка номер три – выбор неподходящего воротника. Я рекомендую выбрать воротник акулу вместо традиционного остроконечного, так как такой носят с галстуками. Акула более универсален. Спрячьте острые концы воротника под пиджак, если не берете галстук. Так будет выглядеть еще лучше. Ошибка номер четыре – слишком много пуговиц. В первую очередь обозначьте, если вы без галстука, сколько пуговиц вы не будете застегивать. Не застегивайте полностью, это делает ваш вид пустоватым. Даже одна пуговица может выглядеть слишком душно. Я рекомендую оставлять две пуговицы. Так вы выглядите более расслабленным. Если вы не чрезмерно самоуверены, то не расстегивайтесь еще больше. Открывать грудь – не лучшее решение. Ключевой момент вашего образа – это жесткий воротник. Мягкий вариант падает и выглядит нелепо. Убедитесь, что ваш воротник стоит прямо и на месте. Жесткий воротник рубашки даст структуру вашему виду. Используйте приспособление, чтобы он держался весь день. Ошибка номер шесть – показывать майку. Смысл костюма без галстука – выглядеть расслабленно, но учтиво. Худшее решение – демонстрировать майку. Вы будете выглядеть как слабак. Выберите майку с глубоким вырезом, чтобы ее не было видно. Ошибка номер семь – забыть об аксессуарах. Галстук добавляет виду яркости и соединяет ваш наряд в одну структуру. Без него вы будете выглядеть слишком просто и пусто. Компенсируйте это другими способами. Лучше всего используйте ваши аксессуары. Лучший выбор – нагрудный платок. Если вы хотите строгий вариант, то берите президентский вариант. Модели любых цветов и форм сделают вид интереснее. Также можете добавить булавку и, конечно, не забудьте о стильных часах. Я поведал вам о всех ошибках время интересных комбинаций. Наряд номер один – используйте свитер. Я выбираю белую классическую рубашку с полоской, далее темно-синий свитер с пуговицами и воротником наверх. Свитер имеет изящный дизайн, который отлично сочетается с костюмом. Об аксессуарах – первый вариант – синий нагрудный свернутый платок с узором. Не менее хороший выбор – классические часы с белым циферблатом, серебряным корпусом и кожаным коричневым ремешком. Что касается обуви, берите темно-коричневые брогги. Наряд номер два – сезон «Водолазок». Они сформируют непринужденный классный внешний вид. Я предпочитаю красную «Водолазку» классической рубашки. Также красный нагрудный платок с повторяющимся узором. Часы с черным хронографом, серебряным футляром и черным кожаным ремешком. Обувь – пара черных классических туфель с закругленным носом. Наряд номер три – время пола. Финальный вариант – темно-синее поло из шерсти мериноса. Чтобы выделить образ цвета, уместно добавить зеленый нагрудный платок с узором в точку. Также дайверские часы с черным циферблатами и металлическим ремешком. Что касается обуви, стоит выбрать повседневные классические кожаные кроссовки. Итак, господа, как вам нравится одеваться стильно, при этом оставляя галстук? Напишите в комментариях. Теперь вы знаете, как отлично одеваться, и как насчет сочетания джинсов и блейзера. В новом видео я расскажу об этой комбинации.